Эта эльфийская песнь-молитва для Юлии Козловой стала своеобразным талисманом. Девушка впервые исполнила ее на таком же фестивале в родной Туле и завоевала первое место. Выступать перед калужской публикой она решила в образе японской школьницы, но не удержалась от импровизации. Ушки, хвост, показать, что я очень милая и, как говорится, няшная. То есть это очень мило, тоже на японском. Аниме заменили Юле настоящую жизнь. Она, как и многие другие участники фестиваля Ани Шинай, признается, аниме переносит в совсем иную реальность. В этом мире, как сказки, ярко и интересно. Фестиваль анимации восточной культуры собирает все больше фанатов. Если в прошлом году, когда в Калуге впервые состоялся такой праздник, на него съехались около 70 участников из разных городов, то в 2012-м количество любителей анимационных мультфильмов перевалило за сотню. Роман Филатов еще три года назад предпочел серой реальности мир костюмированной игры. В Калуге он вместе с коллегами из Брянского аниме-клуба представлял целый спектакль по мотивам известной компьютерной игры. Роман блистал в роли главного рыцаря, короля лича. В интернете полно рисунков, артов этого героя. Я только продумал, из чего буду делать. И, собственно, многие материалы мне находили либо знакомые, либо я сам в объявлениях, такие как оргстекло для наплечников и для брони. Основной также материал – это папье-маше, также картон, фанера и все по мелочам. Здесь каждый до мелочей продумывает свой наряд. В мире поклонников аниме можно встретить девушку с когтями и драконьим хвостом, принцесс с седыми волосами и воинов в 40-килограммовых доспехах. Они пели и танцевали, устраивали дофиле и разыгрывали сценки. Для всех, кто занимается делом, которое нравится, своим хобби, в первую очередь это возможность самореализоваться и воплотить свои личностные какие-то характеристики, особенности, желания в том, что у нас это организация праздников. Калужский фестиваль поклонники аниме запомнят надолго. Здесь они обрели новых друзей, с которыми возможно встретиться снова лишь только на следующем подобном празднике. Ведь в реальной жизни их пути могут и не пересечься. Марина Мохова, Владимир Кормильцев, Вести Калуга.